В последнее время я даже нисколько возмущаюсь от позиций российских журналистов или псевдо-журналистов, которые высасывают там из пальца какие-то новости, а по сути фейки, в том числе об Украине, об Соединенных Штатах, в Европе. Сколько удивляюсь глупости людей, которые, имея, собственно говоря, такой набор информационных инструментариев современных, начиная от возможности посмотреть разные телеканалы через интернет, самого интернета, разных сайтов и прочих информационных источников, и которые при всем при этом верят в всей этой глупости. Вот что, собственно говоря, больше всего меня разочаровывает, возмущает и даже удивляет. Можно, естественно, много говорить об этих давно известных вещах, начиная о распятом мальчике в Славянске, которого прибили к рекламному счету, о прочих делах, об убитых людях, по которым эти так называемые каратели прыгали по ним. Можно говорить о Черном море, которое выкопали украинцы. Кстати, о Черном море я всегда говорю, что, ну, когда вот этот бред кто-то начинает повторять, я говорю, а почему только Черное море? Нет, для начала выкопали Азовскую, так сказать, потренировались, а потом уже Черное. Но это было бы смешно, если бы не было так грустно, потому что вот, ну, последняя фейковая информация, последняя фейковая информация, которая, кстати, придают такие, знаете, некоторые очертания правдоподобности, это о том, что Верховная Рада Украины якобы направила письмо монгольскому парламенту с призывом признать нападение Батыя на Киев геноцидом украинского народа. Ну, вот, представляете, до какого маразма можно дойти. Но, есть одно существенное но. Значит, я вчера, вчера попробовал эту новость все-таки как-то ее отследить, найти, откуда, как говорят, ноги растут. И вот, что у меня получилось, я вышел на сайт Вести.фм, на сайт Вести.фм, где, ну, эту информацию, а, нет, ну, с чего началось? Началось с того, что появилась уже вдогонку, как бы, информация о том, что пресс-секретарь посольства Монголии, ну, с довольно, так сказать, красноречивой фамилией Намсрай, Намсрай, как бы, подтвердил, что действительно такое письмо монгольский народный хурал получил, ну, и будет, дескать, соответствующим образом на него реагировать. Ну, так вот, я все-таки первым долгом хотел убедиться, ну, в реальности этого, собственно, этого самого Намсрая. Действительно, оказалось, что есть такой человек, его имя Нлхагувасурен Намсрай. И вот на сайте, на сайте Вести.фм.москва есть беседа с этим Намсраем, в которой принимает там участие еще некий политолог Петр Федоров, Петр Федоров, где они, собственно, вот затрагивают эту тему. Ну, беседа, конечно, сама по себе очень интересная. Я не знаю, сейчас вот услышат наши зрители или нет, ну, хотя бы фрагмент этой записи. В Монголии стояли четыре знака вопроса. И с одной стороны, украина, описанное официальное письмо о великому государственному хуралу, это наш подпортамент, что в XIII веке... Есть такой интересный момент. По всем сайтам проходит информация, что официальный представитель посольства Монголии Намсрай, вот имя только я его все не могу выговорить, он как бы подтвердил, что действительно Верховный Совет направил такое соответствующее письмо великому Новоросскому хуралу о признании нападения Баты и Анакиев геноцидом украинского народа. А теперь я слушаю, что говорит на самом деле этот Намсрай. А он в своем интервью говорит, что... Ну, во-первых, он отрицает, что он официальный представитель, потому что он говорит, что я как дипломат, я как дипломат в данном случае не могу высказывать официальную точку зрения, и на этой передаче я просто как частное лицо, поэтому я высказываю свою личную точку зрения. И он говорит, что да, действительно, я в интернете читал, читал, что такое письмо было направлено. И все. И на этом вот это подтверждение факта ограничивается. Дальше он говорит, ну, опять-таки, высказывая свою личную точку зрения о том, что... Ну, поскольку я считаю, что поскольку там в те времена Украина не существовала, не существовала, ну, известны эти байки, Украина не существовала, не существовала украинского народа, существовала Киевская Русь, то, естественно, мы не можем удовлетворить такой иск. И, ну, дескать, пусть они представляют пофамильно список людей, которые пострадали от геноцида Батия. И, ну, вы можете себе представить, это все, это все, ну, как бы рассматривается всерьез. Это все рассматривается, причем, что ни на одном из этих сайтов, которые распространили эту информацию, там не названо ни число, ни номер постановления Верховного Совета, ни, ну, какие-то там еще более-менее важные подробности принятия этого законодательного документа. То есть, ну, факт чистейшей воды. И для того, чтобы его провернуть, не надо слушать даже там кого-то нам с рая, достаточно просто зайти на сайт Верховной Рады Украины и посмотреть список законодательных актов, которые там были приняты, ну, начиная даже там с 1991 года. Все там есть. Все по номерам, все по числам, все по числам. А тем более, что они говорят, что это вот, как бы случилось сейчас, совсем недавно. Ну, вот такие вещи происходят. И, понимаете, я даже слабо представляю, как с ними бороться. Потому что сейчас мои, ну, скажем, многие российские друзья в социальных сетях, вот, они пишут на эту тему. А ты знаешь, а ты слышал, а вот как, а неужели, что у вас, вот такие маразматики. Я говорю, да нет, это не у нас маразматики, это у вас маразматики, потому что они верят вот такой информации. Верят вот такой совершенно дурацкой информации. И продолжение еще могу сказать. Вот помните, когда был случай, когда был случай в Германии, там, ну, с изнасилованием девочки, которая там, ну, из семьи, из семьи русскоязычных, как было сказано, русскоязычных людей, а позже оказалось, что это, так сказать, немцы, которые все время эмигрировали из Казахстана. Она ее изнасиловала, они потом все признали, что это был фейк. При том, что там даже Лавров, Лавров ссылался на эту информацию, что вы же смотрите, что там делается в этой Германии, в этом Евросоюзе, да. В конце концов, были официальные разъяснения по этому поводу германской стороны. Потом оказалось, что эту девочку даже никто не насиловал, что там совсем была другая ситуация. Но это было воспринято, воспринято, как некий действительно случившийся факт. Хотя, опять-таки, все выдумка. И с другой стороны, вот другой факт, который произошел буквально в эти дни, когда в Москве там няня отрезала голову, отрезала голову, да, да, а там же была ситуация, что там мигранты изнасиловали эту девочку. И тут вот факт, когда в Москве некая мигрантка из Узбекистана, которая работала няней, она отрезала голову маленькой девочки, за которой она ухаживала, и вышла с этой головой, там где-то возле метро, с этой головой ее задержали. Так вот, российские телеканалы, российские телеканалы, ну, судя по объяснению пресс-секретаря Путина Пескова, как бы руководители телеканалов договорились, что, ну, они об этом факте, ну, будут как бы стараться его... ...море, суть, объект искусственного происхождения, откопанный вручную древними украинцами, или, как их называют сами историки Незалежной, древними украми из зависти. У всех море было, а у них не было. В результате героического труда многих поколений Украина обзавелась столь необходимым ей водоемом. И вы даже не догадываетесь, с какой именно целью они его копали, чтобы мыться и стирать. Именно интенсивной помывкой украфы объясняют современные украинские историки такое количество северо-водородов. Брехня. Старобежевский район, Донецкая область, село Глинки. Рядом с Россией, граница с Россией, разрушен памятник боя на Великой Отечественной войне. Житель соседнего села берет стройматериалы, идет этот памятничек пожилой человек ремонтировать. Идет мимо украинского поста, блокпоста. Его останавливают и заставляют кричать «Слава Украине!» Он отказывается. Его били так, что патологоанатоп, который потом показывал тело родственникам, показывал отпечатки армейских ботинок. Но это же еще не все. Ставили на колени, он отказывался, прострелили ноги. И это не все. Добивали тремя выстрелами в грудь. Расскажите им! В Германии, в Дании 100 тысяч зоофилов, в Норвегии 100 тысяч зоофилов. Они вышли и сказали, это форма любви. В Европе с 1969 года легализована зоофилия. Скотоложество по-нашему. Открыто существуют зообурдели. В Дании убили и расшленили на глазах детей жирафа. Потом отдали этого жирафа съесть тигром. Потом убили этих тигров на глазах детей. Почему, мы не знаем. А может быть это не зоопарк? Может это у них зообурдель? Брехня. Брехня. Они не хотят видеть фашизма и нацизма, которые не скрывают. Брехня. 58 видов трансвеститов. И наши дети, регистрируясь в интернете, должны выбирать акт. Позволим фашистам сделать то, что они задумали. Уничтожить нас. Они хотят нас вакцинировать. Уже вакцину завезли. Дарькова отбирают десяток яиц. Женщину 47 лет. Эпилептический припадок случился во время изнасилования на этом блокпосту. Отволокли автобус. Наблюдал. В аду. Тебе не надо никуда попадать там в рай. В ад. Ты уже, голубчик, давно в аду.